Украинские военные в Донбассе используют новую тактику. После провала военных операций перешли к диверсионной войне. Группы диверсантов забрасывают на территорию ополченцев все чаще. Они не только корректируют огонь артиллерии, но и устраивают провокации. Одну из таких групп удалось обезвредить. Сейчас задержанные силовики уже дают показания. Все подробности у Евгения Решетнева. Ваша задача? Ну, конкретнее в Краснодарском районе, в Луганске, изучение позиций, находение российских войск, техники, в основном, ну и ополченцев. Различных военных объектов. Ну, вы нашли российские войска? Нет, не нашел. Однако был приказ продолжать поиски. По словам задержанного, в шпионской работе он скорее любитель, чем профессионал. Прошел лишь краткий курс обучения на Майдане, после чего практически сразу был заброшен в Россию. Сначала в Калугу, затем в Москву. Рассказывает, как в столице он бродил по переходам подземки, собирая данные о полицейских патрулях. Для чего нужны были разведки данные по станциям метро? Я не знаю, я не задумался над этим. Ну, скорее всего, изучение режима охраны митрополитена. То есть, в принципе, можно положить, что эта информация нужна была для подготовки терактов? На течение времени, как это было? Ну, возможно. Его арестовали в автобусе на одном из блокпостов с собой у бывшего активиста Майдана, а теперь опытного диверсанта были карты местности и навигационные приборы. Все собранные сведения разведчик должен был направлять в управление службы безопасности Украины. На Луганщине, оказывается, таких людей сотни. Одни лишь добывают информацию, другие работают корректировщиками огня, третьи, самые опасные, совершают диверсии и теракты. Вот такая воронка, как говорят ополченцы, осталась от снаряда, выпущенного из миномета калибра 122 миллиметра. Такие крупные осколки здесь разбросаны повсюду в здании, напротив ни одного целого окна. Мина упала в центре Стаханова. Блуждающими минометчиками называют ополченцы диверсионные группы, которые маскируются под местное население и наносят удары из-под тяжка. Они переодеты под... Естественно, одна по ориентировке. Вообще, под ополченцы машины. А так под гражданских. Да. Один снаряд упал рядом с заправкой. Около четырех попали в жилые многоэтажки. Осколками на улице убила молодую женщину, которая спешила укрыться в бомбоубежище. Вот мне в отбор залетело. Вот я голомолилась. И в отбор мне залетел. Я его понимаю, он горячий. Первомайск и Стаханов обстреливают уже несколько дней, не прекращая. Интервалы не больше получаса. Улицы Первомайска пустынны. Все люди в подвалах. Врач скорой помощи, взяв только матрас, оставляет сгоревший дом. Все эти дни Олег самоотверженно работал. Вывозил раненых из города. Идет ночевать в больницу, которую сегодня обстреляли из града. Оружия у меня в руках нет. Здесь ополченцев не было. Вот с того места никто не стрелял. В больнице никто не стрелял. Перинатальный центр, вон он. Никто оттуда не стрелял. Разрушили все, разрушили. Как я могу быть гражданином Украины? Вот как у них с подвала уже все горит, не окон, ничего. А мы только ремонт сделали. Спасибо родной Украине. Ну а что ж, что нам еще говорить? Они же говорят, что не стреляют. По Стаханову то ли украинские силовики, то ли их друзья из восточной Европы сегодня били из польской самоходки «Дана». Ополченцы идентифицировали снаряды. Вот одна из квартир на последнем этаже. Здесь рухнул потолок. К счастью, люди успели спуститься в подвал после первого удара. Второй пробил крышу и буквально разрушил этот дом двухэтажный. Во всей квартире уцелели только туалет и ванная. Крышу и шифера вообще нет. Ну попадание прямо вот. Так вы здесь в квартире находились прямо? При первом ударе, да. Но первый не попал. Он рядом где-то взорвался. Ведрами выносят из дома куски, отвалившиеся от стены потолка. Пенсионер Антон Антонович останется ночевать в своей квартире, где в любой момент может обвалиться потолок, где не будет ни света, ни отопления. Просто... ...